Екатерина Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. Большое спасибо, что пришли. Мне очень приятно, что мы сегодня будем говорить про одно из самых любимых московских мест. Это ВДНХ. Ну и, как мы немного перед интервью поговорили, действительно, очень многие как-то ошибочно, мне кажется, сравнивают с другими парками выставку и воспринимают ее просто как место для прогулок. На самом деле, гораздо более емкое такое место силы, энергетическая точка города. И я знаю, что вы сейчас стараетесь вернуть именно такую историческую функцию, потому что это ведь именно выставка, да, и вот усилить именно выставочную часть. Что в этом направлении вы делаете? Это действительно так. ВДНХ никогда не было только, например, экспо или только парком. ВДНХ – это большой архитектурный комплекс, который был визитной карточкой большой страны. И, собственно, сейчас вся наша, все наши силы направлены на то, чтобы вернуть ВДНХ эту функцию, быть визитной карточкой Москвы, визитной карточкой нашей страны, показать все самое лучшее и интересное, все интересные культурные проекты, которые происходят у нас в городе, и все достижения, которые у нас есть в Москве в парках, все знают, Москва уже славится в мире даже тем, что очень динамично развивающаяся столица, в которой очень большое внимание обращают на развитие парков. Собственно, наша задача вернуть ВДНХ именно эту функцию. Ну вот ты, конечно, как один из признаков того, что вам успешно удается работать в этом направлении, это вот шестая биеннале, которая проходила на территории ВДНХ, это, конечно, такое событие очень важное, и как с точки зрения имиджа, но и с точки зрения просто городских событий. Людей было много, да? Да. Интерес был огромный. И интерес был не только из сообщества, собственно, из культурного сообщества. Было очень большое количество посетителей, которые приходили на ВДНХ погулять, зашли посмотреть на то, что проходит на проектах биеннале. Мне кажется, для нас и для биеннале это большой интересный совместный проект, поскольку тема «Как жить вместе», которая была темой шестой биеннале Московской современного искусства, она очень актуальна. Как жить вместе всем, кто живет в городе, как жить вместе с искусством. И то, что многие посетители могли не только послушать лекции или принять участие в дискуссиях, но и стать участниками процесса создания произведений искусства, это, мне кажется, крайне важно. У многих, я надеюсь, изменилось отношение и к современному искусству, и к роли современного искусства вообще в нашей жизни. Ну, и еще летом такое очень важное событие произошло. Открылся самое большое в Европе океанариум – Москвариум. Открылся, конечно, океанариум летом. Когда большое количество детей находится на каникулах, и родители воспользовались, конечно, такой возможностью занять детей и посмотреть такую диковинку в центре Москвы. Но зимой же он тоже будет работать. И зимой он будет работать. В принципе, мне кажется, океанариум – это большое чудо для Москвы, поскольку подобные сооружения с большим количеством воды, с представителями мирового океана в центре большого города – это редкое явление. И мне кажется, наше большое счастье, что у нас есть такая возможность увидеть жителей мирового океана и прикоснуться к его глубинам. Ну, а вообще, в принципе, мне кажется, это действительно такое историческое предназначение ВДНХ, что там должно быть что-то связанное с животным миром. В советское время это совсем другое, конечно, было. Это была именно выставка достижений, животноводческий комплекс и так далее. Но сейчас немного все видоизменяется, но все равно приятно, что там есть жизнь, живая природа. И помимо океанариума там теперь еще контактная ферма работает. Да, у нас есть наш проект «Образовательная городская ферма». Как океанариум – это образовательный проект, там очень большая составляющая – это именно лекционные курсы и экскурсии. То и городская ферма – это даже не совсем контактный зоопарк, это такая возможность донести современным, прежде всего, детям и взрослым о том, что такое ферма, как она работает пока. И все, кто приходят, они, собственно, не платят за билет в контактный зоопарк, они становятся участниками проекта «Ферма». И где можно научиться, например, подоить козу или посадить озимы, узнать, как они всходят, и почему они озимые, и почему они сажаются в зиму. То есть мы даже проводили там праздник урожая, и у нас было большое количество посетителей. Это образовательный проект, где ты не только можешь погладить домашнее животное, корову, козу или кролика, но и главное – научиться ухаживать и понять, что такое ферма, что такое домашнее хозяйство. И для городских жителей это уникальная возможность увидеть, как это все устроено в деревне. В принципе, все наши проекты, они во многом рассчитаны на то, чтобы дети узнали много нового и интересного, открыли для себя такой новый мир новых возможностей. И наши новые проекты, связанные с космонавтикой и авиацией, тот же «Буран», это скорее такое открыть, увидеть, показать детям чудо и зажечь в них желание быть космонавтом, фермером, неважно кем. Помочь как-то сориентироваться в жизни. Ну, вообще здорово, что зимой и летом постоянно что-то происходит на ВДНХ. И мне кажется, что зимой там будет не меньше поводов для того, чтобы туда приходить. И самое главное – это, конечно, каток огромный. Он, по-моему, даже в книгу рекордов Гиннесса попал как самый большой. Его размер как-то можно регулировать? То есть в этом году он будет такой же большой, как и в прошлом году? Да, в этом году наш каток будет такой же большой, как и в прошлом, но он будет оформлен иначе. И мы относимся, в принципе, к любому нашему проекту на ВДНХ как уникальному. Нам хочется показать что-то удивительное. И я думаю, все посетители ВДНХ удивятся нашему оформлению катка этого года. Это будет такой город-чудо. И помимо катка, надо сказать, у нас очень большая выставочная программа в наших исторических павильонах. Мы 18 ноября откроется. Очень важный для нас проект с британским центром искусств «Парбикон». Это выставка про мультипликацию анимацию, которая будет интересна, мне кажется, не только детям, но и взрослым. Это мировые образцы анимации. Можно будет и увидеть героев, и посмотреть, собственно, ретро-камеры. И много всего интересного. Это мировой проект. Но наравне с этим у нас откроется выставочный проект совместно с «Союзмультфильмом», посвященным юбилейному году «Союзмультфильмом», где можно будет увидеть образцы героев советской мультипликации. В принципе, мы готовим достаточно большую программу на зимний период и очень ждем всех на ВДНХ. А что это вообще будут за шесть тематических зон, которые в скором времени появятся? Это будет сезонный проект только на зимний период? Или это уже какая-то постоянная организация, постоянная планировка выставки? В нашей стратегии развития ВДНХ, которая будет реализована в ближайшее время с правительством Москвы, заключается в том, что территория ВДНХ исторически была поделена на ряд парков или тематических территорий. И это и центральная часть, в которой у нас сейчас уже резиденты выступают многие музеи. У нас есть и музей Востока, и будут создаваться новые музейные центры, такие как космонавтика и авиация. Это и большой ландшафтный парк, это и парк ремесел, где у нас откроются в ближайшем будущем мастерские, где можно будет посмотреть, как создаются, например, как работают с керамикой, и где будут представлены как образцы творчества народного, которые являются традиционными, так и можно будет что-то сделать своими руками. И, например, парк знаний, где мы предполагаем развитие большой территории, связанной с образованием, и, конечно, традиционный для ВДНХ парк аттракционов, на который приходит большое количество посетителей с детьми, они у нас тоже будут развиваться, и мы рассчитываем, к 2018 году у нас реализуется этот новый проект. Какой вы видите ВДНХ лет через 5, может быть, через 10? ВДНХ всегда отражает некоторые этапы развития страны. И мне кажется, сейчас как раз то, что ВДНХ обновляется, это большой знак того, что будут большие перемены, и ВДНХ отразит все самое новое, интересное, инновационное, что происходит в стране. И, конечно, это будет и витрина страны, и наша гордость. И каждый посетитель, приезжающий в страну и в Москву, сможет на ВДНХ увидеть и почувствовать гордость или за свою страну, или за ту страну, в которую он приехал. Спасибо большое за такую содержательную, хоть и, к сожалению, короткую беседу. ВДНХ действительно была и остается такой лакмусовой бумажкой того, что происходит вообще в Москве и в целом в России. Я думаю, что будет обязательно еще очень много поводов для наших последующих встреч. Приходите, мы всегда вам рады. Спасибо за приглашение. Спасибо.